Елочка, гори! А не рановато ли ты, милочка, елочку-то нарядила? Мне кажется, в самый раз. Зато будет лучше к Новому году готовиться. Ведь уже пора вовсю начинать. Выбрать костюмчик для главного праздника года. Либо присмотреть умопомрачительное платье. А еще же надо подумать об образе в целом. То есть, я так понял, мы снова говорим о девочках, да? Ну да, доля у тебя такая мужская. А что это мы руку тянем? Я же тебе говорю, доля у тебя такая мужская. А, не-не-не, мне еще зарплату не давали. Аванс? Какой аванс? Кризис в стране. Какой аванс? А я знаю, я твоя заначка. Эй, 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 стоять! Новый год мчится уже на всех парах. Поэтому отложили дела в сторону, сели и подумали, в чем встречать огненную обезьяну будете. К выбору наряда для главной новогодней вечеринки надо подойти со всей ответственностью. Так как внешний вид для покровительницы следующего года очень важен. И угодить ей будет не так-то уж и просто. Женщинам в новогоднюю ночь рекомендуется исключительно платье, никаких брючных костюмчиков. Все должно быть по высшему разряду. И даже если блуза с юбкой, то вместе они должны создавать эффект неповторимости. Яркость, экстравагантность и безупречный стиль. Все это надо уместить в одном наряде. Ну, чтобы обезьяна довольна осталась. Если подбирать по отдельности не хочется, то берите пурпурные одежды. Огненная покровительница 2016-го будет в восторге. К тому же пурпурные оттенки – тренд зимнего сезона. А еще с Новым годом в моду входят вишневые, виноградные и винные цвета. В общем, все те, что по духу близки огненной обезьяне. Но на волне остаются и романтичные мотивы. Правда, пудровые оттенки – это скорее не дань восточному календарю, а по наитию модных дизайнеров. Они же уверены, что женственные образы – это когда струящиеся ткани, валаны и мягкая симметрия – это то самое, что просто необходимо в новогоднюю ночь. Не стоит забывать и про кружево, и про причудливые цветочные узоры. Даже платье простого покроя с такими элементами декора будет выглядеть очень празднично. В общем, продумывая новогодний образ, надо постараться создать нечто сексуальное, дерзкое и в то же время благородное и независимое, чтобы все окружающие ахнули. А пришедшая обезьяна сказала – ух ты ж какая, у нее-то в 2016-м точно все отлично будет. Эх, Марина, Марина, жалко, что ты вот не следишь за собой, например, вот такая Анжелина Джоли, или кто-то из нас, вот Никита Джигур, да, например. Угу, я уже на полпути к идеалу. Эх, на полпути к огурцу ты! Э, не ешь мои огурцы. Майонези кубе. Новогодний макияж. В этих двух словах заключены десятки баночек, скляночек, кисточек, палочек, теней, помад, карандашей и много чего еще, о чем знает каждая девочка. Как говорится, костюма может и не быть, а макияж мерцать обязан. Если вы считаете, что вам не хватает знаний, то, конечно, лучше обратиться к специалисту и потратить не такую большую сумму небосмословную, а даться в руки профессионалу, и он вас соберет, подберет образ, скажет, какая, может быть, подойдет лучше вам прическа, куда за ней обратиться. Есть два варианта новогоднего макияжа. Первый, легкий, это когда на лице минимум косметики, акценты на губы или на глаза. Последний вполне возможно подчеркнуть накладными ресничками. Есть такое небольшое правило, то есть, если вы одеты в черном, то, конечно, в макияже глаз и в макияже губ можно использовать какие-то более яркие акценты и оттенки. А если у вас, скажем так, разноцветие в наряде, то, конечно, лучше придерживаться классики. То есть, коричневая серая тона, черная, классический смакияж никогда не выйдет из моды, и вы никогда не сможете испортить им себе лицо. Что ни говорите, о Новый год – праздник веселый. Это к чему? Да к тому, что макияж должен выдержать многочасовую нагрузку улыбок, поедание мандаринов и много чего еще. Поэтому косметика должна быть качественной и желательно проверенной до Нового года. Новогодний образ, здесь как бы можно поиграть, потому что время такое праздничное, можно использовать яркие краски, накладные ресницы, пучки, яркую помаду, все то, что мы в обычной жизни не можем использовать, на Новый год можно аккуратненько оторваться. С отрыванием – это уже вариант макияжа номер два, всего-всего и побольше. Тут главное не переусердствовать, ведь все-таки основная задача макияжа, даже праздничного, это подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. А килограмм блеска и несколько слоев мерцающей пудры вряд ли сработают на красоту. Девочки, не забываем кожу, кожу, еще раз кожу. Минимум тонального крема, максимум красивых румян, нежных хайлайтеров. Не забывайте об этом, с контурингом не перебарщиваем. Так что готовимся к Новому году и придумываем себе образы, это ведь так приятно. Я вот, например, еще пару дней назад думала, что вот так встречать обезьяну буду, но передумала – буду вот так. Разница, как говорится, на лице. Ну и где твой новогодний костюм? Ты что, опять не готова? Это платье. Я буду цветочная фея. Платье, веночек, вот здесь будут крылышки и палочка. Я так понял, что, как всегда, подготовился только я один. О, смотри, дешево, сердито, актуально. И главное, ведь похож. Вомба? Ну, можно и так сказать. Ну, когда, как не в Новый год устраивать маскарад костюмированный, даже если вечеринки с переодеваниями не предвидится, можно самой порадоваться празднику и стать белой вороной. Но белой в хорошем смысле. Белоснежный костюм медсестрички поднимет настроение не только его хозяйке, но и окружающим, ведь медицинский работник, на то и медицинский, лечит людей от хвори, например, от плохого настроения. Вообще, профессиональные образы – это своего рода классика. Полицейский, стюардесса, морячка. Колоритные профессии прямо-таки вдохновляют на создание целого образа. К костюму можно добавить характерную атрибутику. И вуаля, полный боевой комплект. Ну, а это уже сказка пошла. Вот где для фантазии раздолье. Феи, принцесса, белоснежка, золушка и красная шапочка. Этот наряд, между прочим, один из самых новогодних. Красный цвет праздничный, а в лукошко можно сложить подарочки и раздавать их гостям за хорошее поведение. Кстати, кто сказал, что главный костюм на Новый год должен быть только у мужчин? Женский вариант Деда Мороза просто на пике популярности. Точнее, это заграничный вариант а-ля Санта по-женски. Красное полотно, отороченное белым мехом. И даже черный ремень с пряжкой. Все как у настоящего Клауса. Ангелочки, чертовки, ведьмочки, вампирши, кошечки и зайчики. Неважно, какой костюм будет, главная эмоция. Кстати, даже самого костюма может и не быть. А так, легкий намек на него. Кружевная маска, воздушная вуаль, перчатки. Ах да, главная ночь, главной ночью. А вот про утро Нового года тоже забывать не стоит. Встречать рассвет 2016-го надобно во всеоружии. Ведь Новый год – это как начало новой жизни. И она должна быть незабываемой. И в продолжении темы о новогодних образах. Точнее сказать, об лучшем образе. Сертификат на новогоднюю прическу от нашего партнера. Получает автор вот этого вот фото. Забегай к нам в гости и получай свои сертификатики. Ну а теперь даем старт новому розыгрышу. Селедка объявляет поиск самого праздничного малыша. Выставите в Инстаграм фото своего чада, который уже вовсю готовится встречать Новый год. Если же нет Инстаграм, то пришлите фото нам, и мы выложим его в ленте Альфы. Чей карапуз наберет больше лайков, тот и получит сертификат от нашего партнера. Ну что, прощаемся? Да, все, программа закончилась. Пока, елочка, перестань гореть. Тройка. Ты что-то разбил. Это не я. Опять, Андрей. Это не я. Поехали. 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 Поехали.